Давайте рассмотрим минимаксные задачи. Это задачи, в которых нужно находить максимум или минимум. Давайте разберем задачу на максимум. Основная идея алгоритма в том, что у нас есть переменная максимум, в котором хранится текущий максимум из всех рассмотренных чисел. Если очередное число у нас оказывается больше, чем максимум, то мы просто обновляем наш максимум, то есть присваиваем ей новое значение. Заметим, что после цикла, то есть после рассмотрения всех чисел, в нем будет храниться максимум из всех чисел. Давайте рассмотрим код. У нас есть переменная n, которая говорит, сколько чисел будут вводиться. У нас есть переменная number, в котором будет храниться очередное число. У нас есть максимум, которое равно нулю. Давайте будем решать задачу в положительных числах. Почему максимум равно нулю? Потому что оно заведомо меньше всех чисел. То есть любое число из наших введенных чисел окажется точно больше него. Если мы туда запишем какое-то другое положительное число, то мы можем ошибиться, так как в нашей последовательности могут быть числа все меньше него. И в конце в нем окажется то же значение, в котором... То же значение, которого не было в нашей последовательности. Следовательно, начальное значение максимума должно быть строго меньше всех чисел в последовательности. Далее у нас выполняется цикл, который выполняет n итерации. То есть n раз вводится число number. И если очередное число больше, чем наш максимум, то мы просто в максимум записываем данное число. То есть просто обновляем максимум. После того, как мы ввели все числа, мы выводим значение максимума. То есть после того, как мы рассмотрели все числа, в переменной максимум будет храниться максимальное число. Советую вам нарисовать в таблицу, в котором будут все изменения значения переменных. Тогда вы точно поймете смысл алгоритма. Продолжение следует...